Вот есть война России против такого видня Америки, есть война Китая. При всём при том, Алексей, что есть, на войну кого бы вы поставили? То есть чья война мудрее с такими виднями Америки, России или Китая? Потому что и те, и те заявляют, что они воюют с Западом, а именно с Америкой. Так я вам скажу, что все три войны неправильные. Все четыре. Неправильно ведёт войну Россия, лицемерно абсолютно. Неправильно ведёт Китай, лицемерно. Неправильно ведёт Соединённые Штаты и неправильно ведём мы. Это четыре лицемерные войны. И именно потому, что никто не признаёт, что это мировая гражданская война. Частично американцы намекнули, что это война за проект. Все наполовинку признают. Американцы говорят, что это война за проект развития, какое будет человечество. Китайцы и русские говорят, что россияне, что проклятое доминирование Америки. И так нечестно. Давайте подели мир, и каждый будет доминировать на своём кусочке. Концепция Вествальской системы, Потсдамовской системы. Комментарии на полях, как я понимаю мировую гражданскую войну, потому что меня резонуло, это я хочу самоопределиться. В моём представлении, мировая гражданская война, это война при тотальном участии гражданского общества, за счёт того, что появились социальные сети и социальный активизм. Чего не было в предыдущих мировых войнах. Поэтому она может принимать качество мировой гражданской войны. Вы это имеете в виду или что? Нет, я имею в виду и это, что это война за проекты развития. Для меня гражданская война, это война, когда одно и то же общество конкурирует за тот вариант будущего, который у него будут. Сколько мы давно уже единое общество человечества, то мы воюем за то, каким будет будущее человечества. Но никто напрямую не ставит этот вопрос. То есть они же все говорят, что да, мы считаем, что весь этот мир очень плохо устроен, настолько плохо, что надо воевать горячую фазу войны и даже грозить друг другу ядерным оружием. Но давайте обопрёмся на международные институты. При этом давайте выиграем соревнования в ООН, давайте выиграем соревнования в ГАГе, давайте выиграем соревнования, где там ещё, напираясь на систему договоров, сложенных после Второй мировой войны, которые не работают, которые привели нас к тому, что мы имеем. Но всё-таки давайте друг другу взывать. Никто не выйдет и не скажет, что, ребята, ничего не годится вообще, всё очень плохо, и мы предлагаем вообще другой вариант. Вот совсем другой. Смотрите, тогда получается, что это не столько гражданская война, а сколько гуманитарная война, организационная война. Ну вот как-то в этом ключе. Я хочу понять, почему она гражданская. Потому что то, что вы назвали, да? Моё определение гражданское в том смысле, что когда одно и то же общество, воюют за разные проекты в будущем. Проблема в том, что никто не предъявляет внятный проект в будущем. Вот, например, война была 1848 года, война Хмельницкого. Нам же рассказывают, что она была национально-освободительной. Она же не была национально-освободительной. Хмельницкий очень сильно удивился бы, если бы ему сказали, что это национально-освободительная, потому что он бы не понял, о какой нации идёт речь, потому что до изобретения нации было ещё минимум 150 лет. Вот, это была война проекта развития Украины православной со стороны Дмитрия Бетова, Еремея Вишневецкого, у которого был свой проект, магнатской Украины. И со стороны Добрабатов, у которых был свой казачий проект тогдашний. То есть олигархи против Добрабатов. Свой проект развития. И оба, и те, и те апеллировали к польскому королю. Вот сейчас примерно то же самое. Что ж, вот в чём лицемерие России путинской? Вот они меня страшно веселят, когда я на них смотрю. Ну, мы, правда, меня веселим ещё больше, но они тоже меня веселят. Они говорят примерно следующее. Чуваки, значит, мы боремся с проклятыми американцами, которые вот всё не так. И делают всё, чтобы понравиться этим американцам. Они апеллируют к американской картине мира, они апеллируют к американскому словарю, они апеллируют к американским беседельным схемам. Они говорят, мы вот как Хрущёв, догоним и перегоним Америку. То есть они все записали себя во вторичные ещё со времён этих слов Хрущёва. И пытаются в этой вторичности показать Америке, что они могут лучше, чем Америка, или так же, как Америка в американской системе координат. Но это же, что это борьба за что? За то, чтобы война не на жизнь, а насмерть с американцами, за то, чтобы понравиться американцам. Это очень дурной проект будущего, скажем так, и настоящего. То есть они с колониальным мышлением. Они же в одном только правы, когда они в итоге договаривают. Когда они собирают страны глобального юга и говорят, чуваки, мы боремся против колониализма, забыв добавить, что мы сами, которые вам предлагаем бороться с колониализмом, глубоко, мировоззренчески являемся постколониальной страной. То есть у них целиком весь дискурс, миропонимание, объяснительные схемы целиком колониальные. И это война, смертельная война с перерывом на обед, для того, чтобы понравиться в Америке, хранить деньги в американских банках, инвестировать в американскую экономику, покупать американские яхты, пользоваться американскими айфонами и так далее, и так далее. И китайцы то же самое. Они говорят, вы знаете, но зрение конфуциантской цивилизации с элементами даусизма, а еще светлая звезда марксизма нам освещает путь. И это ужасно, что вы хотите доминировать, американцы, потому что, если бы вы были честны и справедливы, за что мы, собственно, говорим, вы бы сами выполняли правила своей всеверной торговой организации, экспорта и импорта, не навязывали бы нам ограничительные пошлины и так далее. И больше всего мы хотим, чтобы вы не трогали 80% импорта и экспорта, который идет у нас, на который живет Китай. Ну, это что такое? Вот ты на 80% зависишь от американского рынка, 80% от твоей экономики сидит на американском рынке. И при этом говоришь, что Америка – это плохо, и проводишь антиамериканскую политику, и все в мире разоблачаешь подлое американское влияние из статьи Салливана. Так откажитесь от соглашения Америки с 75-го года, которое сделала Китай, Китай, позволила вытащить его за волосы из задницы, в которой они сидели. Абсолютная задница, это хозяйственная страна, без каких-либо перспектив особых. Ну, то есть это все очень такая история лицемерная, смешная. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...